Уважаемые товарищи, традиционно есть ряд вопросов, которые мы сегодня должны обсудить на совещании с членами правительства и заинтересованными лицами в решении этих вопросов, но несколько слов по наиболее актуальным вопросам сегодняшнего дня. Первая сельскохозяйственная тематика. Как вы хорошо знаете, уборка на сегодняшний день завершена. У нас, наверное, осталось около 1% убирать кукурузы на зерно и у нас примерно 5% сахарной свеклы убирать. Но там график уборки сахарной свеклы и 5% сахарной свеклы это почти ничто. Таким образом мы получим около 4 миллионов тонн сахарной свеклы. Мы обеспечим полностью внутренний рынок сахаром. Это примерно 350 тысяч тонн. Ну и столько же примерно пойдет на экспорт. Цены на сахар, как и в целом на продовольствие очень приличные. И это поможет поправить финансовое состояние хозяйства. Зерна мы собираем 9 миллионов тонн примерно. Это неплохой урожай. По этому году достаточно для того, чтобы обеспечить население хлебобулочными изделиями, а также обеспечить комбинированными кормами поголовье скота, которое у нас сегодня есть и которое мы планируем иметь в будущем году. Зяблевая вспашка, страска повлияла. Я это вижу. Я облетел всю страну. Сегодня будет под 80% поднято зяби под план. Это хороший процент. Никогда такого не было. Но ни в коем случае нельзя останавливаться. Молодцы некоторые хозяйства, которые вносят органику под зяби. Это очень хорошо. Ну и традиционно калийное удобрение мы вносим под зяби. Технологии соблюдаются. Да, надо качественнее пахать. Пока еще не очень хорошо пашем. Хуже Владимир Павлович, чем мы пахали в советские времена. Сегодня гребнистость после вспашки везде. Только отдельное хозяйство заботится о культуре вспашки. Я почему об этом говорю? Потому что это прямая экономика. Если ты плохо вспахал, то тебе вместо одной культивации надо делать три следа культиваторам. А это в три раза большие затраты. Поэтому надо повышать качество. Задача в сельском хозяйстве, которую я хочу просто обозначить и акцентировать ваше внимание. Я почему поддавливаю губернаторов, местные органы власти, да и правительство. Министр мне утром-вечером порой докладывает о ситуации в сельском хозяйстве. Поддавливаю для того, чтобы мы подготовили за зиму раннему севу. Надо быстрее бросить зерно в почву. Мгновенно. И кукурузу. Да, надо плюс 10, чтобы прогрелась почва, начинаем сеять кукурузу. Так мы же месяц сеем. А потом убираем до декабря месяца. Поэтому ранний сев – это закон. У нас мощность тракторного парка, сейлок и прочее предостаточная. Очень мощная. И работать надо днем и ночью, как это делают частники. Вот почему я требую, чтобы осенью перепахать всю почву. Чтобы вес на вспашке меньше было. А лучше, если мы избежим вообще пахать весной. Как только почва созрела, обрабатываем сеем. Задача – как можно раньше посеять. Второе. Мгновенная подкормка зимых культур. К чему я это говорю? Это же аксиома. Понятно, чтобы вы подготовили агрегаты, которые могут выйти во влажную почву. Как они называются? Роса. Роса, да. Хорошие агрегаты. Их надо подготовить. А если не хватает, то их нужно закупить. Поэтому подумайте, как можно раньше подкормить озимые. И очень важных два стратегических вопроса. Один, можно сказать, тактический. Другой стратегический. Первое. За зиму надо определить центры, куда мы, если необходимо, свезем энергонасыщенную технику, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны и трактора энергонасыщенные. И МТЗ, Гомсельмаш, их помогут отремонтировать, восстановить. А где-то, может быть, и обслужить. И я просил министра промышленности и вице-премьера, чтобы затраты на восстановление и ремонт этой техники были минимальными. У крестьян лишних денег нет. Промышленность, молодцы, в этом году работают неплохо. И прибыль неплохая. Поэтому по минимальным ценам надо восстановить и отремонтировать эту технику. За зиму. Мелиорация. Роман Александрович, немедленно надо приступать фронтом просто. Это наиважнейшая в сельском хозяйстве работа. И это наша зона ответственности. Сохранение плодородия земель и вообще сохранение земель – это наша святая обязанность государства. Надо определить за зиму все источники финансирования. Главное – это финансирование. Это не чистая мелиорация, это восстановление того, что мы делали годами, десятилетиями. Каналы вырыли, дренаж положили и забыли. 60 лет прошло, а природа у нас начала отвоевывать эти земли. Надо начинать заниматься этой работой по-государственному. Поэтому надо восстановить ту технику, которая когда-то по моему поручению была закуплена и произведена. И второе – ее будет мало. За зиму надо что-то произвести. У Амкадора есть определенный опыт. Уже создана техника, и не только Амкадор. И МТЗ может подключиться к этому вопросу. Но мелиорацией надо заниматься. Мужики, теряем тысячи гектар по стране плодородных земель. Поэтому надо заниматься мелиорацией. Надо определить за зиму планы каждому губернатору, в каком районе, где и что. Короче, ремонт, подготовка энергонасыщенной, сложной техники помогут промышленники. И определиться, кто поможет также восстанавливать мелиоративную всю эту технику. Осуществлять ремонт этой техники и производить новую технику, чтобы отряды были укомплектованы. Надо еще раз вернуться к передвижным механизированным колоннам ПМК-мелиораций. Если в каждом районе они не нужны, то их нужно создать в тех районах, где они нужны. И параллельно хочу напомнить по бывших помещениях сельхозтехники. Помните, сейчас райагросервис. Там и ремонт был техники, и снабжение, и топливом, и нефтепродуктами, и запасными частями. Там была и сельхозхимия, удобрения поставляли и прочее. Еще раз предупреждаю вас. В будущем году каждый губернатор будет сдавать экзамен на предмет возрождения сельхозтехник вот этих райагросервисов. Они нужны для сельского хозяйства. Определитесь, какими они должны быть и восстановите их.